Октябрь балует нас с хорошей погодой, но уже в конце месяца синоптики прогнозируют похолодание с осадками в виде дождя и снега с неизбежным последующим гололедом. Осторожность следует соблюдать и пешеходам, и водителям автотранспорта. Дорога равно опасность. Об этом говорят с лодки ГИВДТ, о произошедших в городе дорожно-транспортных происшествиях. С 1 января по 20 октября 2021 года на территорию города Искитима и Скитимского района было зарегистрировано 687 дорожно-транспортных происшествий, при которых 12 человек погибли и 133 получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 1276 транспортных средств дорожно-транспортных происшествий. Но сейчас можно оформить дорожно-транспортное происшествие без участия сотрудников госавтоинспекции. То есть самостоятельно водители оценивают причиненный ущерб, если он малозначительный, они составляют европротокол без участия сторонних лиц, фотографируют свои транспортные средства, заполняют необходимые документы и потом обращаются в страховую компанию. Другими словами, неучтенные в ГИБДД факты о мелких ДТП могут сформировать совсем другую картину. Только по официальным данным, за октябрь на дорогах города произошло 40 аварий. Один человек погиб, 9 ранены. Эти показатели могут возрасти уже через несколько недель, когда на дорогах появится гололед. Поэтому о своей безопасности нужно подумать заранее. Татьяна – начинающий водитель. О том, что пора переобуть летнюю резину, подсказали более опытные сыновья. Она говорит, мам, надо, пора. Я ориентируюсь на своих сыновей. Они говорят, мам, это надо, я иду и делаю. От нуля градусов уже, безусловно, надо ставить зимнюю резину. Летняя резина уже не работает. Так что только у нас температура понизилась, даже ночью ниже нуля, нужно ставить зимнюю резину. Если бы автовладельцы не тянули до последнего, аварий в период межсезонья было бы гораздо меньше. Несвоевременное обращение на СТО – одни оправдывают желанием сократить износ зимних шин, другие – отсутствием времени, третьи – безупречными водительскими навыками. Пошел снег, и все руанули. По-другому никак. На зимний период специалисты рекомендуют устанавливать на автомобиль шипованную резину. Всесезонная так называемая липучка зимой не гарантирует первоклассного сцепления со скользкой дорогой. У нас есть светофоры, где очень сильно всегда накатаны. Липучка там вообще не держит. Соответственно, где у нас всегда происходит ДТП на светофорах, где накатаны. Все оттормаживаются, катают, катают. Там только, по идее, шипы спасут. КОНЕЦ